По поводу раковины задал кто-то из депутатов, там в данный момент времени мы живем в современном мире и есть средства, которые не в ведро просто ставятся, а есть специализированные оборудования, которые делают так, что вода не сливается просто в ведро. По поводу септика, септик не планируется в данный период времени, потому что есть масса других решений, которые помогают использовать без необходимости септика. Другой вопрос по поводу мусора, мусор вывозится каждый день, никакого рассадника, какого-то мусора не планируется осуществлять, мусорки мы убираем ежедневно свои и никакой проблемы с этим нет. По поводу туалета, туалет, так как нет септика, не будем же мы ставить туалет экологичный, он стоит во-первых дорого, во-вторых он нужно согласовывать, гораздо проще заключить договор с действующими предпринимателями, которые владеют такой вещью. Очень удобно. Вот. По поводу саннорм, они будут соблюдены, потому что без этого никак не может существовать общепит. Ну и в целом, это я так понимаю, все вопросы заданы вами, на которые я дал ответ. Если, к примеру, я на что-то не ответил, можете, пожалуйста, повторить, я вам отвечу. В пещерном веке живем, сейчас можно привязать к местности и посмотреть, как это наглядно будет выглядеть, потому что вот с коллегами ее тоже вот обсуждали, и как бы, ну, немножко не понимаем эту привязку объекта. Во-первых, мы не видим сам объект, облик. Как это с ходом города будет опасен. Да, да, да. То есть у нас же есть грязь. А то еще я учту, но вообще хочу сказать, что данный вопрос, он дальше рассматривается на архитектурных и бюджетных совете. И именно, соответственно, с дизайн-ходом города, это будет только в этом случае, в другом случае. Вы сейчас определяете, быть месту или не быть. Нина Павловна, я вас прерву, извините, но депутаты городского совета нисколько не хуже, чем архитектурный совет. И в части того, что мы к вам обращаемся и просим, и требуем даже в этой степени, чтобы вы приходили к нам не с основным народным творчеством, а все-таки с той визуализацией, о которой мы сейчас просим. Мы, хотя не архитектурный совет, но мы способны оценить уровень привязки к местности, эстетический вид и другие архитектурные формы, какие будут. То есть просим вас в следующий раз это учесть. И не рассуждать по этому поводу здесь и сейчас. Коллеги, я хотела бы, уже мы начали повторяться, понятно, аргументы и Артема Дмитриевича, и аргументы депутатов, хотелось бы услышать предложение. То есть мы сегодня должны утвердить решение о унесении изменений в схему. Поэтому по тем предложениям конкретно уже давайте мыслить. То есть, Артем Дмитриевич, понятно, что вы хотите развиваться как молодой предприниматель. Вы выбираете те пути, которые считаете целесообразным, которые позволят побыстрее вам, да, нарастить оборотный капитал и другие вещи. Это все понятно, но здесь, принимая решение, нам нужно взвешивать и на разные чаши листов вложить разные оценочные такие позиции. Поэтому, коллеги, давайте будем высказываться в той части, что вот по улице Аргузова понятно, что там и сети, и треугольник видимости сразу уже отпадает. Здесь, аллея шахтерской славы, я поняла, что тоже под вопросом у депутатов о необходимости. И ничего не прозвучало в парадове детства. То есть я так понимаю, что по тому месту расположения нет никаких вопросов. Я правильно понимаю? Да, пожалуйста. Я вот обобщить хотел бы немного. Я соглашусь все-таки с Николаем Николаевичем. На мой взгляд, у него рациональное присутствие. Со всеми данными мы принимали решение, ну там несколько лет назад, да, о том о сносе всех павильонах временных, да. Это была определенно какая-то стратегия. Сегодня, совершенно верно, он говорит, нет никакой стратегии, по какой, в соответствии с чем мы предоставлять будем места. Ничего не имея против предпринимателя, завтра подойдет просто другой и скажет, дайте мне вот там-то, там-то. Мы должны обосновать, почему мы отказали этому, а почему мы не отказали тому. Не имея какого-то, ну, регламента, положения, какой-то стратегии по вот этим павильонам, он же тоже рискует на самом деле. Сегодня мы ему даем добро, завтра что-то поменяется, как в Красноярске. Давайте будем сносить все временные павильоны. И это тоже присутствует. На мой взгляд, должна быть четко какая-то, да, или программа разработана, или какие-то мероприятия, либо регламент, как в таких образах предоставлять вот эти вещи. Ну, Дентин с вами там планируется, более того, насколько я понимаю, он получил поддержку от нас. Вот. Вроде как, с одной стороны, сейчас, да, действительно согласиться, значит, мы, вроде как, потом, он будет в рисках таких. Но, с другой стороны, меня сегодня смущает ситуация, когда мы, вроде, в лице плохого полицейского. Администрация молодец, она, вроде как бы, вынесла, но вот депутаты такие нехорошие, они вот там, понимаете, в чем дело. То есть, вот это не должно быть в принципе. Надо вот в этом вопросе не навести порядок. Поэтому я предлагаю этот вопрос, как бы, ну, наверное, все же исключить. Потому что больше вопросов, чем ответов. Вы предлагаете снять вопрос с полицейского? Я думаю, да. Я думаю, да. Можно я? Я думаю, да. Пожалуйста. Да, уважаемые депутаты, все-таки, может быть, вот были предложения нам все-таки в эскизном варианте, еще раз, да, вот, чтобы это было воочию, чтобы это было вот на стене и в раздаточном варианте. Мы приносим свои извинения за некачественную подготовку, наверное. Давайте мы вернемся, потому что я, как житель города, не как администратор, да, и, ну, работник администрации, все-таки, ну, вот это место, что здесь, ну, наверное, оно востребовано вот именно в этих услугах. То есть тот же кофе пришла мамочка с ребенком, где-то ему там булочку, пирожок купила, сама кофе попила, лимонад. То есть вполне, может быть, они востребованы будут. Ну, давайте, может быть, все-таки мы к дизайну с вами еще раз выйдем. Да вот я про что говорю, мы вопросы знаем. Они доработают, потому что ты тоже саму радует. По Радуге, мы столько знаем, что мы... Он поставит хороший павильон, он начнет работать, а потом открывается там Рахутина. Ну, я просто... Извините, есть конкурентность. И деньги, которые он выложил туда... Ну, это, это, конкуренция, это... Мы это тоже должны просматривать. Они что-то тоже просматривать? Смотрите, если мы будем сейчас расплатывая позиция, приниматель смотрит со своей стороны, он нам сейчас так исковалок, потому что у меня вот такой финансовый будет вклад, но сегодня я могу вложить только вот это. Это соответствует только пока вот такому киоску. Но нам-то надо смотреть с позиции, как его вклад вписывается в облику города. Ну, скажите, пожалуйста, как на детской площадке маленький киоск решит проблему детского какого-то нам питания вместе с мамой? Уступило предложение снять вопрос рассмотрения сегодняшнего заседания. В очередной раз, во второй раз снимаем вопрос. В связи с его недоработкой. Сейчас мы надо с администрацией тоже... Особенно обращаясь к руководителям комиссий, давайте вопросы, которые сырые, не выносить, пожалуйста, на сессию. Вопрос сырой не выносить. Потому что у нас зачастую администрация недорабатывает, а потом мы с вами... Да, и вот еще Виктор Александрович сказал, что... Мы сейчас согласуем, а завтра вот возмет Виктор Вакунов, сказать, а я хочу рядом поставить. И какое основание им мне дать рядом поставить? Рядом поставить. В пассажете. Мы вернемся к тому. Да, и будем ставить. Поэтому в этом положении по объектам, я сейчас не помню, но надо посмотреть, на каком основании мы можем дать или отразить. А то мы можем всю эту... Заставим.